как это выглядит какие элементы для этого будут нужны вот это вот прям печально но дальше ваш уже выбор здорово народ я заехал в магазин печной эксперт дачный эксперт как хотите так и назовите только в терновый куст не закидывайте они открыли новый магазин на троицком тракте 53 в челябинске а заехал я сюда чтобы прямо точно посчитать сколько будет стоимость дымохода через стену многие спрашивают как дымоход сделать через стену или через крышу вот мы сегодня во первых нарисуем как один дымоход будет выглядеть как второй дымоход будет выглядеть потом вот потому что мы нарисуем составим точную спецификацию посмотрим сколько это будет стоимость в деньгах и попробуем собрать все что у них есть на складе чтобы вы видели по элементам как это выглядит какие элементы для этого будут нужны смотрите начну узнаете с чего многие нам важна высота дымохода многие удивляются почему на ефремовской бани такой высокий дымоход читайте паспорт печи в паспорте печи как правило всегда написано что высота дымохода от зольника печи должна быть четыре с половиной метра получается это не сам дымоход четыре с половиной метра это от зольника печи сама печь составляет еще примерно ну метр допустим высоты и давайте нарисуем сначала прямой дымоход потом нарисуем дымоход через стену вот это вот у нас печка мы ее такую вот небольшую нарисуем здесь патрубок печи дальше если вы ставите дымоход назовем его так бюджетный допустим феррум тис из 430 стали с наполнением базальтовым то его сразу же от печи начинать нельзя так как он не вы вот этот вот первый сэндвич точнее наполнение первого сэндвича базальтом не выдержит таких температур сначала устанавливается монотруба чтобы она не фонила и и закрывают различными сетками эти сетки закладывают камнями но сразу же ставить сэндвич трубу от печи нельзя если у вас дымоход с наполнением калиновой ваты либо у вас стоит дымоход вермилоджик его можно ставить от печи но мы сейчас рассматриваем дымоход класса там четыреста тридцатая сталь на наполнение базальтовая базальтовый утеплитель так вот сначала у нас будет идти метр монотрубы после монотрубы вы допустим ну либо вы здесь вот снизу ну скорее скорее всего вы здесь вот сверху поставили шибер после шибера установили старт сэндвич на старт сэндвич вы поставили вот это вот у нас уже получилось два метра дальше один сэндвич 3 метра еще один сэндвич 4 метра и допустим полметровый сэндвич короткий 4 4 с половиной метра у нас получилось от зольника печи дальше у нас здесь следующий элемент будет это идти оголовок в этом месте у нас подошла кровля здесь у нас будет стоять мастер флэш здесь у нас идет перекрытие кровельное здесь у нас будет стоять ппу ну и соответственно здесь нам нужны будут хомуты ну и по большому счету все вот мы и собрали весь дымоход если он будет идти например по прямой я не учитываю дополнительную дополнительные покупки это базальтовый картон этот калиновая вата может быть вы ппушку купили сразу же готовую от феррума которая сразу же с мини ритом идет но по большому счету вот это вот все элементы которые нам нужны будут для того чтобы почистить такой дымоход мы сверху допустим можем с крыши подобраться к головку оголовок снять и прочистить напрямую дымоход каким-либо ёршиком мы чуть позже подойдем я там покажу и сетку покажу которая вот сюда вот на монотрубу ставится и потолочно проходной узел покажу и ёршик покажу которым дымоход можно прочищать но вот мы его собрали мы его тоже сейчас в деньгах посчитаем сколько он стоит в дачном эксперте вот такой вот комплект и сейчас рассматриваем дымоход через стену также нарисуем печку патрубок печи дальше на этот патрубок печи я вот все думал что нам поставить ну допустим мы поставим здесь полметровую монотрубу дальше угол под 90 градусов многие сразу сразу же сейчас такие скажут ага ты сюда поставил угол под 90 градусов а как ты будешь чистить дымоход сейчас минутку мы дойдем до этого а дальше после этого мы переходим на старт сэндвич дальше у нас будет идти скорее всего ну пускай полметровый сэндвич после полметрового сэндвича лучше всего вот в этом месте как раз про что я сейчас говорил поставить четверник зачем нам тут нужен четверник вот такой вот снизу у нас будет крышка конденсата уловитель потому что у нас весь дымоход будет проходить по улице и он будет в холоде находиться скорее всего в нем будет равно образовываться какой-то конденсат но не только для конденсата для того чтобы нам прочистить дымоход сверху я сейчас это покажу а с этой стороны у нас будет стоять заглушка чтобы прочистить дымоход вот с этой вот стороны чтобы опять же ёршиком сажа которая образуется спихнуть вот сюда вот обратно в печь вот в этом месте забыл нарисовать что у нас вот здесь вот где-то должен стоять еще шибер шибер лучше поставить не поворотный а сдвижной чтобы мы могли полностью его выдвинуть у нас сажа сыпалась вот сюда вот в печку дальше каждый погонный метр горизонтальный дымохода у нас увеличивает высоту дымохода чтобы тяга была достаточная нам на каждый погонный метр горизонтального дымохода нужно на 3 метра увеличить высоту дымохода чтобы вот была тяга одинаковая что вот в этой в этом дымоходе что в этом дымоходе у нас здесь ну пускай чуть меньше метра но все равно у нас здесь около метра добавим хотя бы два метра вертикально и у нас получается что вот здесь вот нам нужно еще вот это вот у нас метр здесь у нас пускай еще на метр поднялся дальше компенсируем горизонтальную часть дымохода двумя сэндвичами и добавляем еще два сэндвича как идет по паспорту печи четыре с половиной метра от зольника дальше у нас идет оголовок хомут 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 вот в этой части на монотрубах тоже идут хомуты вот здесь вот рядом с сэндвичем тоже идут хомуты 10 хомуты не нарисовал здесь тоже будут хомуты идти но вот такой вот дымоход его не удержать просто в воздухе если у вас дыма высота дымохода 3 метра то достаточно будет кронштейнов крепления к стене если честно я даже не знаю сколько их нужно будет но вот прикинем что их нужно будет на каждую сэндвич трубу по две штуки если у вас высота дымохода вот этой вот части которая будет идти по улице больше трех метров она у нас уже получается больше трех метров то вот здесь вот нужны будут еще опорные площадки для того чтобы дымоход не висел в воздухе не только вот на этих кронштейнах а то он просядет соответственно вот в этом месте еще будет дополнительная опорная площадка я не знаю пацанов она есть номенклатуре есть или нету если есть мы ее тоже отдельно посчитаем и вот посмотрите насколько элементов начинает отличаться один дымоход от второго дымохода а сколько это по деньгам мы сейчас будем прям составлять спецификацию счет и считать как у нас это получится дымоход будем считать обычный 115 феррума с базальтовым наполнителем из четыреста тридцатой нержавейки на доске я закончил сейчас переходим компьютеру и начинаем составлять спецификацию так сейчас мне будет артем помогать это сотрудник печного эксперта или вы здесь дачный эксперт называетесь печной эксперт записывай все что нам нужно будет монотруба метровая 0 8 0 8 эта толщина она бывает 0 5 бывает 0 8 0 5 для банных печений подходит 0 5 она идет либо для вентиляции либо для печей отопления котлов отопления так монотруба метровая дальше шибер если есть выдвижной то выдвижной старт сэндвич 2 сэндвича метровых один сэндвич полметровый нержавейка нержавейка естественно 0 8 внутри толщина дальше хомут 2 3 хомута на сэндвич оголовок на 2 хомута на монотрубу мастер флэш ппу ферму вский стандартный в сборе да ну чтобы вручную не мудрить я сейчас посчитаю стандартные ппу который сразу же идет с мини ритом у которого сразу же всем зазоры вот эти вот выставлены так и следующий у нас пошел мы сейчас пока начали писать обсудили что вот этого вот элемента на четверняка его у ребят нету они его в принципе никогда не заказывали мы сейчас вот сюда вот вот в эту вот часть посчитаем тройник чтобы нам вот с этой вот стороны чистить и вот в этой вот стороне у нас тоже будет тройник чтобы нам вот так вот чистить не четверник так тогда давай записываем но 05 моно 0 8 шибер а тройник моно старт сэндвич полметровый сэндвич тройник сэндвич 4 сэндвич трубы метровые оголовок дальше вот здесь вот на тройник у нас будет идти конденсата уловитель он сразу он же без него идет изначально вот с конденсата отводом которая дальше вот здесь у нас будет на тройнике заглушка глухая дальше у нас будет раз два три хомута для моно трубы раз два три четыре пять шесть семь семь хомутов для сэндвича сколько на один сэндвич идет кронштейнов наши монтажники монтируют как на каждые два метра крепление на к на каждые два метра одно крепление вот и вот это вот ну значит у нас снизу крепление дальше у нас вот здесь крепление дальше у нас вот здесь крепление 3 давайте тогда сделаем я просто никогда не ставил дымоход через стену поэтому не знаю у ребят спрашиваю и вот это вот опорная площадка у вас есть ее нужно будет высотой примерно около полутора метров метра метра восьмидесяти если мы смотрим от грунта до лили либо либо какая она есть она она же бывает еще вот такая вот с креплением стену вот давай тогда вот такой вот посчитаем мы считаем сейчас получается опорную площадку если вот это вот стена то на стену монтируется вот такая вот опорная площадка и на эту опорную площадку уже приходит получается тройник вот таким вот образом так а ну 10 монтажная площадка еще будет стоять здесь будет стоять монтажная площадка здесь конденсат-уловитель все давай тогда сейчас первый вариант и второй вариант по счету прям сделаем и посмотрим сколько у нас будет по цене сейчас в процессе обсуждения поняли что вот здесь вот вот в этой вот верхней части у нас элементы крепления не будет так как это верхняя часть у нас уже выходит над крышей мы ее считать не будем но вы для для себя должны понимать что здесь должны стоять еще растяжки чтобы верхняя часть у нас куда-то не улетела но мы все равно посчитаем три крепления к стене они у нас будут в этой вот части расположатся посчитано у тебя уже все элементы приверь смотри вот единственное тут же не все хочу еще надо сюда вот я как продажник то есть у нас грубо говоря есть спичка у нее есть выход наша вся сборка идет по конденсату поэтому первый элемент мы чаще всего ставим адаптер мало мама в него уже входит вовнутрь труба там шибер допустим переход на сэндвич и пошел непосредственно сэндвич вот я как относишься к зонтам с этой защитой на пускай светрозащиты будет ответственно сюда ну это у нас удорожает конструкцию сразу же давай тогда обычный посчитаем чтобы не удорожать то есть зонтик здесь у нас непосредственно разделка но по большому счету ты добавил только мама мама чтобы у нас а как как мама мама спасет от конденсата смотри у нас идет патрубок печи 115 если ты поставишь мама мама здесь она зашла вовнутрь дальше у нас вот так же станет получается нужна мама папа пойдем покажешь вот давай вот здесь вот получается вот это у нас 115 вот это у нас папа по если мы как я посчитал поставим вот так вот у нас есть возможность подтекания конденсата ну таковым в любом случае и будет тем более если вот мы допустим здесь поставим то у нас здесь будет возможность вытекания и здесь по трубе потечет а ты вот так вот делаем вот так вот поставим то здесь уже точно у тебя ничего не потечет но вот здесь вот здесь чаще всего все это дело промазывается герметиком из-за герметика не должно течь нет высоких температур и в принципе она испаряется не нету такого переходника чтобы сюда вовнутрь не бывает их да вот это вот прям печально что их изготавливают только под заказ и вот таких вот переходников не бывает чтобы нам вот так вот перекрыться ладно давай так считать добавляем тогда вот этот элемент но у них у них сразу же или элементу 10 в чугуне идет что получается монотруба туда и ушла но это наверное единственная печь у которой вот так вот вовнутрь вставляется у остальных у всех печей поэтому рассматриваем самый популярный вариант не на единственную печку здесь метровая пока артем составляет пойдемте я вам покажу на сетки про которые говорил и йоркшики которыми чистятся дымоходы я просто здесь сетки сразу сразу же увидел и подумал о том что вам их показать надо они продаются скорее всего отдельно да не он с ценниками стоят вот смотрите здесь есть сетки от грильда который ставится на монотрубу вот раз сетка два сетка три сетка от грильда вот это вот сетка от сталь мастера но мне больше если честно черненькая нравится и от тмф а вот еще вот такая вот сетка вот вот эти вот этими вот сетками можно перекрыть как раз монотрубу если у этих у всех сеток нету внутреннего крепления для монотрубы то смотрю тмф а у нее видите центровка стоит крепление для монотрубы вот монотруба проходит вот через это место и уже никуда не сдвинется там и ее нужно будет камнями раскреплять вот они йоркшики для прочистки дымохода я если я своей практике один раз только чистил дымоход под рукой нифига ничего не было мы взяли кусок арматуры взяли ёршик унитазный и этим унитазным ёршиком чистили дымоход я просто снял вот это похоже 130 или даже 150 да наверно даже 150 вот это вот 115 и вот 115 ёршиком 115 трубу прочищать хрен вытащишь обратно я уже пробовал прикиньте я не могу вытащить давай с то есть с той стороны наверно я вверх его обратно вытащить не могу а как он реально дымчизировать нужно 120 а это 120 в принципе 115 не делают вот все вот эти вот штучки потому что даже вот его чуть-чуть сюда засунул и обратно уже не вы не вытащишь вот как то так имейте ввиду а то сходу в дымоход засунете обратно вытащить не сможете ну и так я прям сейчас тянул тянул и не мог вытащить а вы куда ребят 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 забыл забыл совсем здесь то мы посчитали потолочно-проходной узел в этом вот месте а вот здесь мы тоже живет через стену будем проходить и здесь нам нужно тоже будет вы сюда тоже потолочно-проходной считаете на чаще всего а у клиентов толщина стены она меньше 300 миллиметров и если рассматривать допустим если брат смертной плиты то ее придется подрезать поэтому мы наверное чаще всего рекомендуем с утеплителем ее проще подрезать стены непосредственно обложить не горючим материалом во внутрь со всех сторон а с другой стороны еще крышка коротина раздел соответственно нам сюда нужно будет ппушка только другая ппушка не такая как здесь все зависит от точности а с обратной стороны декоративная накладка давай их тогда считаем а по едва листочка готовы клиент пришел актем пошел с клиентом пообщаться а я вам пока ну я я вот эти вот листочки вам сейчас вставлю видео вы их подробнее посмотрите я пока то только по цене вам номенклатуру опять не буду пробегать так вот в общем вот этот вот прямой дымоход получился на 24 тысячи девятьсот сорок один рубль сейчас удачного эксперта какая-то скидка не скидка есть скидка получается 3060 рублей итоговая стоимость вот поэтому всему хозяйству получилось двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят один рубль напомню это дымоход ferrum 430 внутри 0 8 труба наполнение базальт и второй вариант который у нас идет через стену сумма получилось тридцать девять тысяч пятьсот рублей это без скидки скидка пять тысяч сто тридцать семь рублей и итоговая сумма получилось тридцать четыре тысячи триста девяносто рублей вот таким вот макаром точно такой же дымоход ferrum базальт 0 8 только через стену и вся цена вышла вот в этих вот дополнительных элементах разница в цене получилось более 30 процентов насколько я вижу наверно процента тридцать три тридцать четыре разница вышла вот у этого дымохода больше какой дымоход лучше ставить мое мнение дым лучше поставить прямой дымоход но для этого не всегда есть возможность бывает так что прямой дымоход поставить невозможно что-то там сверху мешает приходится ставить дымоход через стену какой из них более пожаробезопасный да и этот этот будет пожароопасны если плохо сделать проходку здесь в потолке здесь в стене даже если у вас стена из блоков то изнутри она все равно зашита деревом с наружней стороны тоже чем-то она зашита будет там достаточно часто бани целиком сделаны из дерева стена тоже будет деревянная вот в этом варианте вы конечно вот во время проходки стены если что-то случится со стеной и начнет подымливать вы это увидите здесь внутри парного помещения либо здесь со стороны улицы опять же какой-то дымок можете увидеть если здесь начнется какое-то подымление то будет вытягивать изначально в чердачное помещение этот дым его вы можете не увидеть дальше если здесь что-то случится с дымоходом вот в этой вот части потолочно проходном узле либо вы выше в чердаке над кровлей вы его не увидите если где-то пошел какой-то локальный перегрев по стенке дымохода если вот этот вот дымоход то он со стороны улицы визуально проглядывается вы здесь сможете увидеть да и здесь он в принципе отведен от всего даже если где-то пошел локальный перегрев он не сможет воздействовать на деревянные конструкции так как он все равно находится на улице охлаждается лучше ну дальше ваш уже выбор как делать либо так либо так мне кажется достаточно сделать вот так вот только очень грамотно сделать потолочно проходной узел это самое важное место в дымоходе вот именно потолочно проходной узел вот как говорят на эти баня сгорела из-за сэндвич трубы в они горят не из-за сэндвич трубы бани горят из-за потолочно проходного узла вот его нужно сделать на сто процентов даже перед дети на 110 сделать так что сейчас попросим пацанов разложить как это будет визуально выглядеть вы посмотрите и будете понимать уже какие элементы нужны так ребята смотрите вот это вот собрали дымоход которые вертикальные вот все элементы здесь стоят давайте к нам сразу посмотрим вот это вот переходник мама мама к нему хомут без хомутов по идее тоже собрать можно но лучше с хомутами жестче конструкция получается не будет вот этой вот вот это вот люфта между элементами дальше у нас идет монотруба опять же хомут на соединение монотрубы и шибера шибер вы поставили сдвижной чтобы можно было ну так как там мы рассматривали вариант прочистки ёршиком также здесь чтобы можно было ёршиком пресс поставить поставили шибер сдвижной у него есть недостаток недостаток что бывает заклинивает вот температура его может повести и заклинить у поворотного тоже есть недостаток его не заклинит но прочистить напрямую ёршиком невозможно так дальше у нас идет еще хомут на соединение шибера и старт сэндвича следующий элемент старт сэндвич потом метровая сэндвич труба где-то вот как раз в этом месте главное чтобы не было в соединение устанавливается ппу если у вас идет попадает в соединение вот это вот место соединение двух сэндвич труб тогда нужно вот сюда вот поставить полметровую трубу и дальше метровую трубу чтобы метровая труба полностью проходила через ппу чтобы в ппу не было никаких соединений дальше хомут для соединения двух сэндвич труб еще одна сэндвич труба полметровая сэндвич труба как уже сказал ее можно переставить она не обязательно должна стоять наверху она может стоять в любом месте для того чтобы как раз не было соединения в пп ушки мастер флеш стандартный элемент на кровлю еще один хомут для соединения вот это вот оголовка сэндвич трубой чтобы вода вот сюда вот в утеплитель не попадала это эти элементы тоже могут быть разные может быть с ветрозащитой но тогда там будет два элемента один элемент это как раз вот это вот ветрозащита другой элемент это переход с сэндвича на ветрозащиту так этот мы рассмотрели пойдемте посмотрим сколько элементов у нас в дымоходе через стену идет так вот он дымоход через стену здесь у нас соответственно печь дальше у нас опять же тот самый переход мама мама полметровая монотруба 0 8 толщины это важно не ставьте на банку печи 0 5 толщины шибер сюда ребята не положили хомуты ну здесь вот еще вы здесь вот хомут будет идти вот здесь вот хомут будет идти шибер также вы поставили сдвижной тройник у тройника с одной стороны заглушка чтобы нам возможности спарного помещения прочищать вот эту вот горизонтальную часть трубы получается мы будем проталкивать уже не к печи сажу которая будет образовываться проталкивать вот до этого тройника и у этого тройника она будет сыпаться вниз так как здесь будет снизу стоять тоже вот такая заглушка дальше ппу потолочно проходной узел его сделали сразу же вот такой вот с утеплением дальше здесь обкладывается все калиновой ватой и со стороны улицы накладка для того чтобы закрыть это это пространство здесь у нас тоже будут хомуты это у нас кронштейн крепление к стене для для того чтобы опиралась вся вот эта вот труба на этот кронштейн и опиралась на стену это разгрузочная площадка здесь у нас заглушка с конденсатор уловителем этот элемент у нас как ну вот она да это у нас как раз площадка разгрузочная тройник сэндвича я вам изначально говорил про четверник но здесь его нету и стоит он как подбитый самолет поэтому собрали в таком варианте дальше здесь будет опять же хомут раз два три четыре сэндвич трубы крепление к стене ну и здесь стандартно так же как в том дымоходе наверху уже будет стоять оголовок вот прям наглядно и в ценах показали сколько стоит один дымоход и сколько стоит второй дымоход и давайте уральская петюлечка из печного эксперта дачного эксперта спасибо им что вот это все подготовили